Руководитель коммунистов сразу предложил перенести вопрос о выборе мэра в неочередное заседание, которое бы депутаты провели в течение нескольких следующих дней. Опасения были в том, что этот последний пункт повестки вновь затянется и очередная сессия рискует остаться открытой. Тогда прокуратура будет вынуждена принудить Думу определиться таки с руководителем района. Снять еще один вопрос предложила администрация. Он касался порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств. Этот порядок принимать нужно, но его нужно принимать в другом виде, чтобы он был увязан с бюджетным комиксом. Потом вы перестали писать заключения правовые и антикоррупционные. Никто его не отменял. Вот в пакете документов, которые представлены, таких заключений я не вижу. Далее депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в устав и проголосовали по пунктам за каждое. Разногласия возникли по вопросу о порядке заключения соглашений между администрацией и поселениями, входящими в состав АМУ. Ну а позиция вновь взялась за изобретение велосипеда. Не всем ясно, что некоторые вопросы жизнедеятельности территории депутаты обязаны принять по закону. Вы хотите перевести на себя те полномочия, которые все-таки исполняют администрацию. Но не переведете. Хотите поспорить, хотите пообсуждать. Но закончится все голосование и спором в суде. Вот и все, вот все перспективы. Зачем обсуждать? Я вам предлагаю, вы уже все высказали, позиции известные администрации и прокуртуры вашей. Так принимайте это решение. Только, Вячеслав, все-таки вы уже не ходите на эти системные процессы, правильно? Которые проигрываются. Однако, оппозицию это не смущает. Большинством голосов были приняты предложения, которые противоречат закону. А это вновь суды и волокита. Если ситуация не изменится, Дума рискует оказаться распущенной. А важные для района вопросы будут решаться уже без ее участия. Кстати, из областной прокуратуры уже поступило задание принудить депутатов выбрать мэра. Ольга Дерибера, Владимир Сливанов, Местное время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.